Скажите, сейчас в духовной практике, в теме духовности очень сильный психоз. Да нет, прекратите. Люди просто неградируют, они не уважают духовность, они стали брюзжащие такие, везде недовольные ходят, они не понимают, что в зоне веры нужно быть очень бережным и почтительным всегда. И тогда Бог тебе будет давать веру. Если ты приходишь куда-то пальцы веером, начинаешь всех критиковать, то не нравится, это не нравится, пошел там всех это пилить, то тогда никогда Бог веру не даст, он тебя будет всегда от веры отваживать. Потому что в зоне веры человек должен быть очень порядочным. И это не вопрос психоза, это вопрос порядочности. Я знаю очень много порядочных людей, которые в зоне веры ведут себя очень хорошо. И поэтому у них нет никакого психоза и не будет. Это просто много невоспитанных людей сейчас обратилось к вере в этом проблеме. Непорядочных людей много. Я работаю над тем, чтобы не осуждать людей в разных верах, потому что есть отношения с их вердыней и в каждой вере как будто понятно где кто ошибается. Как просто учиться не осуждать и... об этом безумии осуждать. Вы поймите, что даже в духовной реальности там есть разные веры. И там они по-разному относятся к Богу все. Но они никогда никого не осуждают. Они понимают, что Бог непостижим и что у каждого свой путь отношений с Ним. У него тысячи путей, тысячи способов отношения с людьми духовных. Нет смысла это осуждать, это безумие. Это все равно, что ругаться с своим другом и говорить, моя жена красивее, ее лучше любить, чем твою. Да безумие полное вообще. Так же и с Богом можно любить по-разному совершенно, как женщин. Они все разные. Бог ведет себя по-разному со всеми людьми. Даже в одной вере у нее разные отношения со всеми. Не говоря уж о разных верах. Он один, но он много вариантов отношений строит с людьми. И поэтому приходит по-разному к людям. Или так, или сяк. И кажется всегда, что он только такой. Другого быть не может. Так устроен этот мир. Осуждать безумие. И разбираться, пытаться в этом тоже безумие. Как вы сможете постичь Бога? Просто в каждой вере уже и практики, и мастера встретились. Какие-то, ну даже посвящения. И в каждой видишь, что это и красоту, но и в каждой есть осуждение. Это проституция. Вам надо просто вот идти в одном путем, пока вы не поймете, ваше или нет. Потом следующее выбирать. А сразу все вместе. Это как женщина. Вот мне к женщине одна подходит, девушка говорит. Олег Геннадьевич, у меня три парня сразу. Я послушала одного лектора, начала сразу с тремя встречаться. Завязались отношения со всеми. Я не знаю теперь, чем мне делать. Я всех троих люблю. Чего смешного? Всех троих люблю, говорю. Не знаю, за кого замуж выходить. Может, вы выберете мне? Я говорю, я тоже не знаю, как я могу выбрать. И потом меня проклянете, скажете. Он разрушил две моих любви, а третья сама разрушилась. Никогда так не делайте. В одном направлении двигайтесь, двигайтесь. Не получилось? Хорошо. Раскаялись. Следующие выборы. Но если сразу три, то безумие. Вы начнете критиковать все эти направления, сравнивать. Это безумие. Так и есть. Ну, что вы теперь от меня хотите? Тогда последний вопрос. Духовная практика уже стала способом детства от реальности. Духовная практика – это, наоборот, способ бегства к реальности. Я же вам объясняю. Принять судьбу. Это духовная практика. Это не то, что ты куда-то зарылся и молишься там. Этой жене сказал, пойду к той жене, той жене сказал, что к этой я сам на чердак учиться, учиться и учиться. Вот, понимаете? Это анекдоты просто. Это не духовная практика. Духовная практика означает принять судьбу. Вот это духовная практика. Верным быть своей жене – это духовная практика. Духовная практика – это учиться правильно жить сначала для человека. А потом уже отречение – это дальше следующий этап более высокого понимания духовной практики. Когда человек научился правильно жить, он все свои долги сдал, выполнил на этой земле. Бог у него все забирает всех и дает ему отреченную жизнь дальше. А вы просто лицемерите перед Богом. Вы хотите отречения, когда вы его ни капли не достоин. Вам надо научиться принимать сначала этот мир. Я не знаю, как его принять. Не знаете? Узнаете скоро. Бог вас заставит. Если вы не хотите сами, значит насильно получите тот же результат. Судьба иногда насильно над человеком совершает. Если он не хочет принимать, она его заставит принять. Девушка ко мне пришла, рыдает такая, плачет. У меня ребенок маленький родился. Ну, лет 18 девушка. Я говорю, так радоваться надо. Бог вам дал родную душу. Чего вы плачете? Она говорит, да я не хотела ребенка. Мы просто сексом занимались. С мальчиком. И предохранялись, и все. И почему-то я забеременела. А мама говорит, нельзя аборт делать. Вот я и родила. Допрыгалась. Просто сексом занимались с мальчиком. Секс вообще-то для зачатия детей предназначен. И здесь уже кто сильнее. Когда душа входит в сперматозоид, ей как бы чинят препятствия, а ее цель зачатие. Она же попадает специально в эту среду, чтобы получить рождение. Ей препятствия станет. Резиновые всякие препятствия. Там из таблеток. Она идет все равно к своей цели. И может победить. Не ожидала, что зачатие произошло. В этом мире все хотят жить. Когда секс происходит, душа привлекается какая-то. Для этого и поэтому счастье во время половых отношений, что душа какая-то привлекается к этому, она создает ощущение счастья. И для этого предназначены половые отношения. Но если человек не понимает этого, то он получает наказание. Точно так же жизнь предназначена для ответственности. Когда душа уже родилась, она должна принять эту жизнь, а не прыгать от нее по кустам. Вот родил Бог, вам дал рождение. Два варианта. Или идите в монастырь, живите в монастыре. Один вариант. Второй вариант. В монастыре не можете, живите как честно, как люди. Женитесь, содержите семью, работайте. Занимайтесь духовной практикой в своей вере, в одной. Никуда потом не скачите из нее. Какие бы лекции интересные не послушали, оставайтесь в своей вере. Все предназначено для познания в этом мире. Можно и узнать много интересного где-то. Но оставаться надо в своей вере. Не предавать ничего, никуда не меняться. Оставаться там, где ты есть. Честно. Перед Богом.